Продолжение следует... 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 В первую очередь нас, наверное, всех волнует. Это вопрос о качестве оказания помощи, в том числе о том, возможно ли называть оказание под видом психологической помощи тех псевдоуслуг, которых предлагают в большом количестве специалисты, закончившие трех-пятидневные курсы, семидневные курсы, двухмесячную подготовку. Поэтому то, что сейчас происходит, крайне важно. И, по сути, это новый этап, новая веха в развитии нашей профессии. Учитывая, что на разных площадках мы довольно ярко обсуждаем вопросы, связанные о возможностях регулирования психологической помощи, мне бы хотелось сегодня рассказать о том, что уже сделано. И хотелось бы рассказывать, я буду на том примере, который есть у нас в министерстве. И как регулируется эта сфера деятельности у нас в ведомстве, как регулируется сфера оказания экстренной психологической помощи? Нужно сказать, что за годы, которые мы занимаемся этим направлением, удалось создать довольно стройную систему, которая позволяет отвечать практически на все вопросы, в том числе выстраивать межведомственное взаимодействие. Ну, начиная говорить о правовых основах оказания психологической помощи людям, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, очень важно начать с того, что гарантии ее получения с недавнего времени, это случилось в июле 2022 года, то есть это совсем свежие изменения, закреплены на уровне федерального закона. Благодаря изменениям в закон, которые были внесены в задачи в 68-й закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внесена задача оказания психологической помощи людям, а права граждан на такую помощь закреплены статьей 18 того же закона. Ну и, собственно, нам было важно определиться с понятейным аппаратом, и поэтому обращу внимание на ту терминологию, которая у нас есть. Так, вот про закон, про терминологию. Два основных термина используются. Это психологическая поддержка, как набор простых навыков, которым может овладеть человек, не имеющий профильного психологического образования. Психологическая поддержка включена в алгоритм первой помощи, и право на ее оказание имеет любой человек, прошедший специальную подготовку. И экстренная психологическая помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и катастрофах в Российской Федерации является государственной функцией, осуществляется профессионально, то есть специалистами, которые имеют профильное образование и владеющие определенным набором знаний и навыков. Сегодня оказание экстренной психологической помощи пострадавшим является неотъемлемой частью мероприятий по ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Специалисты нашей службы пребывают в зону чрезвычайной ситуации одновременно со всеми оперативными службами и работают в круглосуточном режиме, оказывая необходимую психологическую помощь пострадавшим, родственников погибших и пострадавших. Однако данное направление можно назвать достаточно молодым. Закрепление функции оказания экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях было осуществлено только в 2010 году путем внесения соответствующей функции в положение о министерстве, которое утверждается указом президента. МЧС России – структура, которая подчиняется президенту Российской Федерации, поэтому положение о министерстве утверждается указом президента. На основании данного в этом документе, помимо функции оказания экстренной психологической помощи, у нашего ведомства появилась функция определения порядка этой деятельности. Таким образом, мы издаем ведомственный приказ, который появился в 2011 году, и о том, каким образом эта деятельность, порядок – это документ, который регламентирует, каким образом, какими силами, в какие сроки такая помощь должна быть осуществлена, и какие задачи входят в эту сферу деятельности. В данном документе дано определение понятия «экстренная психологическая помощь». Определяется оно как целостная система… Я, наверное, забываю переключать слайды. Вот, собственно, мы сейчас дойдем к 525 приказ. Экстренная психологическая помощь определяется как целостная система мероприятий, направленных на оптимизацию актуального психического состояния пострадавших, а также родственников и близких погибших, и пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций снижения рисков возникновения массовых негативных реакций и профилактику отдаленных негативных психических последствий, включающих в себя как отдельные специальные методы психологического воздействия, так и организацию особой среды окружающей пострадавших, а также родственников и близких погибших, и пострадавших в чрезвычайной ситуации в процессе ликвидации последствий ЧАЭС. Я специально так подробно останавливаюсь на определениях, потому что неотъемлемой частью процесса нормотворчества, в котором наше профессиональное сообщество сейчас активно участвует, является определение понятий и терминов так, чтобы они исключали двойное, тройное и прочее множественное толкование. Безусловно, что в современном мире ситуация такая, что оказание психологической помощи людям, пострадавшим при чрезвычайной ситуации, это сложный межведомственный процесс. И следующим этапом нормативного регулирования нашей деятельности стало развитие межведомственного взаимодействия в области оказания экстренной психологической помощи. В этих целях 19 декабря 2012 года на заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а правительственная комиссия, о которой я упоминаю, является органом управления силами и средствами единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В эту систему входит на память 45, по-моему, функциональных подсистем, которые объединяют более 20 министерств, ведомств и даже ряд крупных государственных корпораций. Поэтому такая сложная система должна управляться. За этот процесс отвечает правительственная комиссия. Так вот, на заседании этой правительственной комиссии была рассмотрена и утверждена межведомственная инструкция о порядке экстренной психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций при пожарах. Эта инструкция определяет порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной власти, субъектов, а также организаций, которые входят в структуру РСЧС и других заинтересованных структур в области оказания экстренной психологической помощи. И нам этот документ позволил вынести на новый уровень оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В рамках внедрения данного документа специалисты-психологи организации в каждом субъекте на постоянной основе привлекаются к оказанию психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и при происшествиях. Взаимодействие между специалистами ведется не только в режиме ЧАЭС, но и в режиме повседневной деятельности. В большинстве субъектов проводятся регулярные межведомственные методические занятия, сборы, конференции, круглые столы, тематика которых посвящена как вопросом оказания психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, так и общим методическим вопросом профессиональной деятельности психолога. Все эти мероприятия позволяют обеспечивать и поддерживать высокий уровень готовности специалистов к реагированию ЧАЭС природного и техногенного характера. Я могу сказать, что эта система действительно работает. на постоянной основе в год это количество привлечений специалистов исчисляется тысячами. В том числе такая работа активно ведется и сейчас в связи со всеми теми событиями, свидетелями которых мы являемся. Система межведомственного взаимодействия экстренной психологической помощи активно раздвивалась с 2012 года и является одной из важных составляющих успешной реализации задач оказания психологической помощи людям, которые попали в чрезвычайных ситуациях. На разных этапах ликвидации последствий с пострадавшими вступают во взаимодействие представители различных служб. Однако в самом близком взаимодействии, как правило, находятся психологи и специалисты социальной сферы. Опыт работы с населением при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного масштаба показал необходимость выработки общих стратегий между специалистами, задействованными в оказании этих видов помощи. Решение вопросов социального и психологического обеспечения пострадавшего населения является важнейшей составляющей оказания всесторонней помощи. И, собственно, это и анализ работы специалистов в чрезвычайных ситуациях различного штаба подчеркнул важность системы мер, которые были бы направлены на дальнейшее развитие и реализацию этого комплексного подхода. И поэтому в июне 2021 года на той же самой правительственной комиссии был утвержден еще один документ, это порядок межведомственного взаимодействия при оказании социального обеспечения и экстренной психологической помощи пострадавшему населению в чрезвычайной ситуации. Это документ, который позволил нам легитимизировать и так давно сложившуюся практику оказания всесторонней помощи людям, которые пострадали в чрезвычайной ситуации, в режиме одного окна. Это очень важно, потому что в процессе чрезвычайной ситуации у пострадавших возникает множество разнообразных вопросов, которые взаимосвязаны друг с другом. Зачастую они не очень простые. И очень важно, когда человек может в одном месте получить всю необходимую ему помощь, содействие и информацию. Внедрение этих документов и межведомственной инструкции о порядке оказания психологической помощи и порядок межведомственного взаимодействия при оказании социальной и экстренной психологической помощи внедряются не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов. Поэтому практически в каждом субъекте прошли комиссии по чрезвычайным ситуациям субъектов, где в каждый субъект утвердил свой порядок действий в развитии этой системы. Нужно сказать, что жизнь не стоит на месте. В какой-то момент у нас стало довольно активно проявляться, проявлять себя, в том числе при оказании помощи при чрезвычайных ситуациях, волонтерское движение. И привлечение добровольцев к оказанию помощи тоже становится неотъемлемой частью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это, в свою очередь, обуславливает необходимое расширение существующих схем взаимодействия. Построение системы координации взаимодействия с психологами и волонтерами на уровне субъектов Российской Федерации позволяет существенно расширить возможности реализации задач по оказанию психологической помощи. Поэтому мы внесли изменения в межведомственную инструкцию, предусмотрев в том числе и такую возможность, и в том числе закрепив возможность получения волонтерами психологической помощи, если такая необходимость у них возникает. Нужно сказать, что нашими непостоянными партнерами при оказании психологической помощи при ликвидации последствий ЧАЭС является Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения волонтеры-медики. В конце 2020 года между нами и этой организацией было подписано соглашение о взаимодействии с целью реализации мероприятий как в области психологического просвещения, так и в области оказания экстренной психологической помощи при необходимости. Нужно сказать, что с этого момента несколько раз эта система задействовалась очень серьезно. Первый такой опыт у нас был с широким привлечением волонтеров-медиков к реализации мероприятий просветительского характера после трагического случая в Казани, когда было нападение на школу. И с тех пор практически в каждой ситуации мы очень продуктивно сотрудничаем. Для нас это был очень важный шаг, потому что любая чрезвычайная ситуация очень яркое событие, которое привлекает множество людей, которые хотят помогать. Ну вот в том числе и сейчас, например, я почти ежедневно получаю письма от тех людей, которые хотели бы стать волонтерами в пунктах временного размещения, при оказании помощи беженцам, при работе с участниками специальной военной операции. И очень важно, когда у этой работы есть один координатор. Мы, как министерство, взяли на себя обязанности содействовать отбору специалистов, которые могут работать. Но мы же понимаем, что не каждый человек, который выражает желание, может работать в этой сфере. Обучение этих специалистов, волонтеры-медики, соответственно, привлекают этих людей и организовывают эту работу. Безусловно, это направление еще требует развития, но, тем не менее, оно уже очень активно реализуется в системном формате. Основными задачами, хочется сказать несколько слов о том, что же, собственно, вкладывается в понятие экстренной психологической помощи, и эти задачи также отражены в приказе, который регламентирует порядок и, таким образом, зафиксированы на нормативном уровне. Это экспертная работа при организации мероприятий с участием пострадавших. Это, кстати, недавние изменения в этом приказе. Это создание психологической обстановки, обеспечивающей оптимальные условия для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, снижение интенсивности острых реакций на стресс у пострадавших, а также у родственников и близких погибших и пострадавших, оптимизация их актуального психического состояния. Мы обсуждаем вопросы нормотворчества, просто обращаю внимание на некие нюансы, которые могут быть полезны нам для осмысления при работе, в том числе и над законом психологической помощи. Обратите внимание, снижение интенсивности острых реакций на стресс у пострадавших, а также у родственников, и там появляется слово и близких пострадавших, потому что по закону не все те, кто нуждается в помощи, являются родственниками, поэтому у нас появилось слово и близких. Ну, например, если брак не зарегистрирован, гражданские жены и мужья соответствующим образом не являются родственниками. Если бы мы это слово не вписали, эта категория людей, по сути, не имела бы такого возможности получения этой помощи. Снижение риска возникновения массовых негативных реакций и профилактика возникновения у пострадавших, а также у родственников и близких пострадавших, у погибших и пострадавших отдаленных психических последствий в результате воздействия травмирующего события. Эта норма очень сопрягается с нормой закона об основах охраны здоровья граждан, где профилактика является приоритетной. Поэтому здесь мы ее зафиксировали вот таким образом. Ну, собственно, работа психолога реализуется по двум направлениям. Это практическая функция и организационная функция. Именно поэтому вот эти положения об экспертной функции при организации массовых мероприятий и организации взаимодействия с представителями служб ведомства и организаций, принимающих участие в ликвидации последствий, занесена в приказ и является задачей, которую мы решаем. И, кстати говоря, внесение экспертной функции – это не такие давние изменения в этот приказ. В целом работа делится на несколько этапов. Не буду сейчас для экономии времени долго об этом рассказывать. И нужно сказать, что несколько слов скажу про завершающий этап. На завершающем этапе в соответствии с нашими документами мы в соответствующей форме передаем фронт работ те необходимые мероприятия, которые нужно сделать тем службам, которые работают в регионе, службам региона. Так как они у нас определены заранее нормативными документами, которые приняты в субъектах Российской Федерации, мы их знаем, мы контактируем с ними на постоянной основе. Мы привлекаем этих людей к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. И поэтому очень важно в этой ситуации иметь постоянный контакт и, соответственно, персонифицированно передавать те необходимые случаи, которые требуют внимания психолога за пределами острого периода. И вторая большая задача, которую мы выполняем, это формирование некого прогноза и помощь региону в составлении плана преодоления последствий. Эта функция также зафиксирована. И поэтому, например, в последней ситуации мы... К сожалению, не в последней я оговорилась. В одной из недавних ситуаций, когда у нас, к сожалению, опять произошел инцидент в учебном учреждении, мы, составляя план мероприятий по тому, что нужно будет дальше за пределами острого периода, мы формировали совместно с департаментом образования, с субъектом при участии специалистов из Министерства просвещения. Два слова скажу о том, как регулируются вопросы, связанные с персональными данными у нас. Как вы понимаете, в процессе оказания психологической помощи работы телефона в горячей линии возникает довольно большое количество персональной информации, персональных данных, которые у нас консолидируются. Эти персональные данные, безусловно, могут... Во-первых, они нужны для работы не только нам, но и нашим коллегам из разных ведомств, например, следственный комитет, страховые компании, для того, чтобы как можно быстрее установить контакт с теми людьми для проведения необходимых мероприятий. Поэтому мы их вынуждены и целесообразно передаем этим службам. Но понятно, что эти же данные представляют интерес для разного рода мошенникам. Представляете себе, у нас есть целый перечень фамилий людей с адресами, телефонами и в интернете, пожалуйста, сведения о том, какие суммы им выплачены. Поэтому совершенно понятно, что допустить попадание этих списков, ну как бы этих сведений в руки недобросовестные мы допустить не можем. Это нужно было тоже закрепить нормативно. С одной стороны, в соответствии с законом о защите персональных данных, в случае чрезвычайной ситуации, мы можем передавать сведения, собирать и обрабатывать сведения без согласия обладателя персональных данных. С другой стороны, мы в своих министерских регламентирующих документах закрепили такой функционал, когда перечень лиц, кому мы передаемся, определяется на заседании правительственной комиссии или координационного органа. Таким образом, мы персонифицируем круг лиц, кому мы передаем, и в этот момент уже держатель этих данных за них отвечает. Нужно сказать, что такая система нормативно-правового регулирования фактически позволяет нам решать все те задачи, которые на нас возложены. Еще хотелось бы сказать, что, конечно, нормативная такая система – это не жесткий один раз навсегда принятый документ. с течением жизни он меняется, в него вносятся изменения, трансформируются, появляются новые документы. Связано это с тем, что изменяется жизнь, изменяется реальность, развивается система. Поэтому надеюсь, что в рамках обсуждения вопросов о том, как возможно регулировать эту деятельность, такая информация будет полезна и востребована. Спасибо, коллеги. Я, кажется, сильно перебрала по времени, но меня никто не остановил. Юлия Сергеевна, нет, тех двух недель, которые вы работаете, все равно не хватает, поэтому всегда с нами, всегда с нашим населением. Сейчас я, конечно, выпрограмм. Мы тут меняем. Да, ну, мы захватили практически власть, сели на трибуну. Слово Юрию Петровичу про… Спасибо, спасибо большое. Юлия Сергеевна уже задала контекст той практической деятельности, в которой это все происходит. Потом деятельность Юлии Сергеевны, конечно, не нуждается. И все то, что делают психологи в части экстренной психологической помощи, это самый квалифицированный наш отряд внутри силовых ведомств, который Юлия Сергеевна возглавляет. И она, может быть, чуть больше рассказала о той нормативной составляющей этой деятельности, которая вот не так видна. Поэтому нам это очень важно, как пример, наверное, или даже не пример, а образец организации работы психологов внутри ведомства с учетом специфики того ведомства, в котором психологи работают. Потому что сейчас у нас практически во всех федеральных органах исполнительной власти в той или иной степени, в той или иной форме организованы либо психологические службы, либо организовано психологическое сопровождение. Поэтому психологов много. То есть министерства психологии нет, но психологи есть во всех министерствах. Поэтому вопрос межведомственного взаимодействия, который Юлия Сергеевна говорила, наверное, они тоже важны. Ну и возвращаясь к тому, насколько нам актуально сегодня регулировать психологическую помощь, то я бы в первую очередь сконцентрировался на той части этой помощи, которая находится в первую очередь за рамками ведомств. Потому что в ведомствах она организована, где-то это лучше, где-то могут брать примеры Юлии Сергеевны еще и куда стремиться, кому есть. Но в целом в той или иной степени, в той или иной форме внутри ведомства эта работа организована. Здесь же больше, наверное, можно было бы сосредоточиться вообще на той помощи, которая вне ведомства. Ну вот некоторые цифры по 2021 году, соответственно, Институт измерения в части здоровья и исследований, американский приводит цифры, что порядка 15% населения планеты будут нуждаться в том или ином виде психологической или психиатрической помощи. То есть работа у нас у психиатров, которые в этом зале с утра работали, еще будет, и в этом смысле, наверное, цифры будут только увеличиваться. То, о чем мы говорим, а как же быть с тем, что сейчас в сети, тем более в период пандемии, мы помним, что достаточно большая часть жизни, если практически не вся в период самоизоляции, перебралась в сеть. И тогда вот те предложения оказания всякого рода помощи, в том числе и психологической, вот если посмотреть, достаточно легко эту статистику увидеть, что в первую очередь у нас тут и помощь колдуна-мага-экстрасенса, ну и где-то раза в три меньше помощь профессионального психолога. А если посмотреть ближе внутри вот этих 7 миллионов, чего там только не предлагалось, да, коллеги, то это будет еще отдельная интересная история, больше похожая на комедию, правда, трагическую. Следующий момент – это, конечно, психологи никуда не отходят от современных технологий, в том числе цифровых. С другой стороны, вот эта мода на употребление слов виртуального психолога, а также цифровой психолог, а также те чат-боты, которые сейчас используются, с одной стороны, конечно, мы сторонники внедрения этих технологий, но мы с вами прекрасно понимаем, что как бы хороши не были телемедицинские технологии, они никогда не заменят врача. Также и вот эти цифровые помощники психолога, они могут и должны развиваться, но они являются всего лишь помощниками профессионального психолога и дополнительным тем, может быть, костыликом, который будет нам помогать в нашей работе. Предложений, мы говорили, было в большом количестве самых разнообразных. Это вот буквально 3-4 назад коллеги с факультета просто попросил, чтобы свежее было. У нас с Юлией Сергеевной уже целая библиотека подобного рода предложений, как вот какое-то мероприятие или в Думе, или круглый стол по закону, то мы вот это вот показываем, какой ужас, ужас, ужас. Откуда это все берется? Псевдопсихологическая услуга, ее осуществляет псевдопсихолог, который еще и получил псевдопсихологическое образование. Ну и вот, пожалуйста, когда тебе это, зачем же тебе учиться 5 лет получать или 6 лет вот этот объем компетенции в части психологии, когда вполне можно, вон, 3 месяца 15 тысяч рублей и, пожалуйста, вешаем табличку. Но здесь чуть-чуть дольше, чуть-чуть дороже. Но мы нашли и такой, когда за 3 дня можно это сделать, да, коллеги? Это уже не мы придумывали, вот я тоже сам удивился, проверил, вот все честно, скриншот оттуда, да, не хотим ни рекламу, ни антирекламу никому делать, да, но надо как-то к этому тоже относиться за 3 дня, за 7,5 тысяч рублей. Соответственно, этот ужас может и дальше продолжаться, либо мы к этому также относимся, и ситуация у нас, в отличие от психиатров, 30 лет уже не регулируется. Если психиатры сейчас говорят о необходимости актуализации, освежения федерального закона о психиатрической помощи, то мы 30 лет находимся несколько в иной ситуации. Да, сейчас есть регламентирующие акты внутри отдельных ведомств, но в целом население сейчас не защищено никоим образом, никаким федеральным законом от тех негативных проявлений, которые есть. И здесь речь идет не о том, что психологи хотят застолбить свою часть рынка. В первую очередь речь идет о профессиональной ответственности перед тем населением, которое является получателем этих профессиональных психологических услуг, либо чего-то другого. Когда я приворожу и карты ТОРО, и психоанализ, все это в одном флаконе по одному и тому же адресу, рядом номер счета, по которому нужно перевести соответствующую сумму, и будет вам на утро или через 15 минут счастье, это тоже присутствует. И при этом мы тоже, мягко говоря, достаточно толерантны к астрологии и всему остальному. Да, всегда были во все времена, во всех культурах, определенная часть населения всегда пользовалась подобного рода услугами. Мы не к тому, чтобы их в концлагерь и запретить. Это уже зависит от культуры обращающегося, от общей культуры общества, от уровня образования, от уровня критичности, много от чего. Мы говорим о том, что вот у нас есть психологическая помощь, а котлеты давайте будут отдельно. И в законе закрепить то, что Юлия Сергеевна уже в ряде документов говорила, закреплено в части экстренной психологической помощи, чтобы здесь четко было определено, и чтобы это не путали с другими видами другой деятельности, которая и не к психологической деятельности, не к психологической помощи никакого отношения не имеет. То есть, в первую очередь, социально ориентированный закон, который должен представлять и закреплять вот эту целостную систему, которая бы гарантировала качественное оказание населению профессиональной психологической помощи. Пока вот этого, к сожалению, нет. Говоря об ужасе-ужасе, можно вычленить отдельные элементы этой системы, которые должны попасть в законодательное регулирование. В первую очередь, мы сказали, необходимо определить, что такое психологическая помощь, как вид профессиональной психологической деятельности. Естественно, это и научная обоснованность, и границы эффективности, потому что мы понимаем, психологи не волшебники, и в этом смысле это тоже должно четко быть обозначено. Конечно, вокруг чего и для чего делается закон. Все права получателя психологической помощи, которые должны быть закреплены в этом законе. Чаще всего у нас первая картинка, но это взрослые, которые, как говорят, практически здоровые, или врачи поправляют недообследованные. Но тут же у нас среди получателей есть еще и несовершеннолетние дети. С какого возраста можно начинать оказывать психологическую помощь? В каком возрасте ребенок без родителя, который держит его за руку, может прийти к психологу? Потому что это тоже конкретный вопрос, который нужно обсуждать и не только с экспертами и специалистами, но должна быть определенная готовность общества, в первую очередь родительского сообщества, к этому. Потому что в процессе работы психолог достаточно много информации, как мы уже прекрасно понимаем, узнает, в том числе приватной, в том числе в части детско-родительских отношений. И когда эта информация становится для него известной, и психолог видит, что это не нарратив, а действительно есть какие-то моменты, которые угрожают психическому развитию, а может быть в какой-то части и жизни ребенка, что с этим делать? Тоже вопрос неурегулированный. В первую очередь я, наверное, должен обсудить это с родителем. Что делать, если родительская реакция, что это может быть с любым ребенком, кроме как с моим, а все, что ребенок вам рассказал, он это напридумывал. Несмотря на то, что мы как профессионалы видим, что тут есть большая дистанция между нарративом и между функцией воображения, которая очень хорошо развивается в этом возрасте, и действительно теми реальными переживаниями ребенка и последствиями возможных ситуаций, в которых он находится с родителями. Следующее. Если это происходит в школьном пространстве, кроме ребенка и родителя возникает педагогический коллектив. В этом педагогическом коллективе есть директор, есть завуч, есть учитель, классный руководитель. Здесь в какой степени, в каком объеме, с кем я делюсь теми знаниями, и кто определяет тот объем, который, как мне кажется, поможет улучшить академические показатели этого ребенка, грубо говоря, чтобы он лучше стал учиться и тише стал себя вести. Ну, конечно, то, что здесь на границе с психиатрией, это какова вот эта нормативно-правовая уже наша база и рамка, когда мы работаем непосредственно с лицами с ПТСР, с другими расстройствами. Ну, в части недееспособности нас меньше привлекают, если только при проведении каких-то экспертных действий. Но, тем не менее, это тоже в той или иной степени, как вопрос нужно ставить, в каком объеме, в какой форме это регулировать, это тоже в законе нужно прописывать. Следующее, это а кто же может вот эту помощь оказывать, да, то есть кто это то лицо, ну, грубо говоря, кто такой психолог, который вот это все может непосредственно осуществлять, то есть те минимальные требования, которые в федеральном законе должны быть закреплены. Здесь мы похожую ситуацию видим, например, с федеральными образовательными стандартами. У нас есть понятие федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, большая часть здесь к этому имеет отношение. А есть также федеральные стандарты, которые, простите, стандарты, которые самостоятельно устанавливаются в соответствии с законом уже отдельными вузами. Там Московским университетом, Санкт-Петербургским, сейчас присоединились еще 39 высших учебных заведений, которые самостоятельно устанавливают эти стандарты. Какое требование закона, когда ты не пользуешься в ГОСом, федеральным стандартом? Требование закона таково, что все те нормы, которые ты закладываешь в свой стандарт, они должны быть не ниже федерального. Поэтому, наверное, вот эти требования на федеральном уровне к лицу, который может оказывать психологическую помощь и осуществлять психологическую деятельность, наверное, закрепить. А в зависимости уже от ведомств, от их специфики и работы, можно было устанавливать какие-то дополнительные условия, что для системы здравоохранения, что для Министерства просвещения, что для других ведомств. Наверное, вот эту специфику, необходимую для этих ведомств, уточнить. Но так же, как то, что Юлия Сергеевна говорила и об МЧС, и о других силовых ведомствах, везде есть свои специальные задачи. Следующий вопрос, как в этом поле присутствует, какими полномочиями и обязанностями обладает Всероссийская профессиональная психологическая организация? Кто разрабатывает вот эти стандарты? Утверждать, наверное, их должен какой-то федеральный орган. Но разрабатывать, в первую очередь, как это сейчас и делается, профессиональные стандарты, разрабатывает профессиональное сообщество. Вопросы профессиональной этики. Это то регулирование деятельности, которое выходит за рамки законодательного регулирования. Это профессиональный этический кодекс работы психолога. В зависимости от ведомства они могут быть тоже разные, но и основной метакодекс может быть, в принципе, для психолога разработан. Ну и, конечно, вопрос государства наше, которое присутствовать, естественно, во всей этой сфере должно. Объем государственных гарантий, видов и объемов бесплатной психологической помощи. С другой стороны, мы понимаем, что бесплатной помощи вообще не бывает. Она бесплатна для получателя. Вопрос, кто за это платит. Либо бюджет, либо фонд обязательного медицинского страхования, либо какие-то другие источники, но закрепить те завоевания, которые сейчас есть, ту помощь, которую получают в системе здравоохранения, ту психологическую экстренную помощь, которую оказывает Юлия Сергеевна, наверное, закон должен вот эти завоевания тоже закрепить и защитить на уровне федерального закона. Да, это сопряжено с определенными обязательствами, либо со стороны бюджета, либо со стороны внебюджетных источников государственных. Но, тем не менее, закон социально ориентирован. И вот тот минимум психологической помощи, который, например, в Москве оказывается, Московской городской службой психологической помощи населению, за счет бюджета уже не федерального и не ФОМС, а за счет бюджета города Москвы, как субъекта федерации, это тоже нуждается в законодательном подкреплении и закреплении. То есть, чтобы эти инициативы и такие возможности были у субъектов федерации, чтобы эту помощь осуществлять. Ну, следующий надзор, конечно, за правами на всем этом пространстве оказания психологической помощи. Здесь у нас традиционно, кроме прокуратуры, есть система надзорных органов, наверное, близко к этому был бы, я говорю, наверное, подчеркиваю, Роспотребнадзор, который традиционно вот эту часть деятельности для населения отслеживает. Поэтому, если получатель этой помощи не удовлетворился взаимодействием с конкретным психологом при оказании, не разрешился спор, профессиональная организация не помогла, и этические нормы регулирования для него оказались как-то непонятны или он с ними не согласен, он всегда может в надзорные органы обратиться и дальше вот эти свои права через них отставить. Ну и, конечно, специфика регулирования в субъектах федерации. Мы знаем, что в субъектах федерации сейчас есть в Москве закон о психологической помощи населению города Москвы. В Татарстане тоже есть свой закон о психологическом сопровождении. Поэтому вот здесь, чтобы в законе предусмотреть возможность национальным и региональным нашим парламентам тоже принимать соответствующие законы, которые бы уточняли вот эту федеральную рамку в конкретном непосредственно субъекте. Но при этом зонтичный федеральный закон нужен, чтобы у нас были общие подходы к пониманию психологической помощи, к ее оказанию и к требованиям. А так понятно, что оказывать психологическую помощь с учетом этнокультурных, тем более этноконфессиональных особенностей самой большой страны планеты, мы занимаем 1,7 часть суши, вот сказать, что модель оказания психопомощи в Москве будет подходить к тому, чтобы на всей территории Якутии, например, ее оказывать. Понятно, что это вызывает улыбку. С другой стороны, у населения должно быть законом и его применением реализации гарантированное право на получение этой помощи, она должна быть доступна. Ну и также закон должен задавать правила игры для того, чтобы регулировать получение платной психологической помощи, кто ее может оказывать, через какие организации происходит уже профессиональное регулирование этической этой деятельности, и каким образом государство тоже надзирает за этой частью психологической помощи, которая не принадлежит ни одному из ведомств и затрагивает непосредственно большую часть населения страны. Ну, конечно, юридические лица. В последнее время вы знаете, что психологи не только индивидуально работают, появились также юридические лица, которые предлагают свои услуги в этом пространстве. То же, что это за юрлицо, какие к нему требования, какого уровня психологи или те специалисты, которые будут эту помощь оказывать, должны быть эти требования там обозначены, и, наверное, это юрлицо там тоже должно быть. Ну и, конечно, сам закон уже дальше должен закрепить вот эти связи системных элементов. Это достаточно простая матрица. Здесь мы с юристами это все говорили, поэтому мне тут неловко, может быть, даже пересказывать то, чем у нас учил, когда мы с Юлией Сергеевной были, у Виктора Антоновича. Он тут же попросил, чтобы юридический факультет Московского университета нам помощь оказала. Спасибо декану. Была создана межфакультетская группа, и мы дополучили то, чего не получили, будучи психологами на уроках, простите, на лекциях правоведения. Поэтому в этом смысле небольшая подпорка была. Не знаем, насколько хорошо выучились, но попытались максимально это все понять. Поэтому закрепить вот непосредственно главных акторов на этой поляне и определенным образом как раз простроить и прописать в законе все эти взаимодействия. Ответственность каждой из сторон, обязательства, права и так далее. Поэтому в первую очередь, говоря о законе, то сейчас говорят, там текст такой, там где-то разослан текст сякой и так далее. Наверное, какой бы текст ни был принят к обсуждению, в первую очередь нужно договориться о принципиальных подходах, которые в этот текст попадают. Поэтому те требования, о которых мы говорим, наверное, там должны быть отражены. Следующий момент, каким образом население будет узнавать о тех психологах, которые вне ведомств. Когда они ведомственные, я прихожу в поликлинику, в клинику, Юлия Сергеевна со своими коллегами выезжает, и там это все понятно, кто эту помощь оказывает. Здесь, обращаясь и к опыту, который есть у наших зарубежных коллег, в том числе и стран, которые не очень дружественные сейчас, но тоже с большим опытом законодательного регулирования этой деятельности, то создание таких профессиональных реестров психологов, которые эту помощь могут оказывать, какие требования для вхождения в этот реестр, какие профессиональные также необходимо проходить аттестационные процедуры на эту тему. И это не из серии один раз и на всю жизнь, потому что мы понимаем, что как психологи, и также как и врачи, и также как учителя мы учимся всю жизнь, поэтому, наверное, периодичность подтверждения уровня квалификации в течение разумного срока времени, ну, традиционно это вот у нас пятилетние такие сроки обозначены, наверное, вот это могло бы быть. Ну и также реестр юридических лиц, которые тоже принимают участие в оказании этой помощи. И мы неоднократно говорили, Юлия Сергеевна подчеркивает, мы до сих пор так и не закреплены в АКВЕДе, то есть как вид экономической деятельности психологическая помощь не присутствует. Вот, ну, когда мы закрепляемся в психологической помощи как в виде экономической деятельности, чтобы тут у нас не было смешений понятия, то нас спрашивают, а вот как юрлицо может оказывать психологическую помощь? Вот, ну, это, понятно, образное понятие, это юридическое лицо, которое потом там вот будет в соответствии с АКВЕДом писать, что оно эту помощь оказывает. А так понятно, что бухгалтер главный даже этого юрлица не может эту помощь оказывать. Это просто некий сленг, некое сокращение, поэтому, когда эта критика идет, мы всегда уточняем, что, конечно, психологическую помощь даже внутри там юрлица, ее все равно оказывает психолог, соответствующий всем требованиям, которые в законе необходимо отразить. Ну, конечно, то, о чем говорим, это психологическая конфиденциальность, психологическая тайна. Вопрос абсолютно тоже сейчас неурегулированный. С одной стороны, есть по аналогии понятие врачебной тайны, но она четко закреплена в законе. С другой стороны, есть закон о персональных данных, Юлия Сергеевна сегодня об этом говорила. Поэтому, что является содержанием вот этой психологической тайны? Наверное, это, в первую очередь, персональные данные, которые стали известны психологу в процессе его профессиональной деятельности, осуществления этой психологической помощи, и они не подлежат, естественно, разглашению. С другой стороны, а как же нам двигать психологическую науку? Здесь уже вопросы обезличенных данных, вопросы информированного согласия. Но в этом смысле, по аналогии с медицинской наукой, у нас тоже можно достичь в этом смысле консенсуса. И даже эти исследования, естественно, не останавливать. И вопросы информированного согласия, и вопросы обезличенных данных, наверное, тоже должны здесь найти это закрепление, и тоже должны быть отражены. Ну и, конечно, этическое регулирование, это то, что выходит за рамки законодательного регулирования, это тот этический кодекс, та профессиональная этика, которая является красной линией для меня, как для профессионала, и эти документы тоже у нас достаточно давно отработаны, и в Российском психологическом обществе они давно на сайте вывешены. Поэтому, возвращаясь к проекту федерального закона, наверное, самое важное, и то, что все говорят, это закон должен определить единые требования к доступности и качеству оказания и получения психологической помощи. Конечно, сформировать единый понятийный аппарат, то, что Юлия Сергеевна говорила, у нас под одним и тем же словом, часто это из обыденного языка засоряется чуть-чуть профессиональное или тем более непрофессиональное сознание, поэтому это тоже нужно закрепить. Психологическая помощь это что такое, если мы говорим о психологической деятельности как о виде профессиональной деятельности, то видов профессиональной деятельности достаточно много, и они закреплены в законе, там это и образовательная деятельность, медицинская, научная и так далее. То есть психологическая деятельность – это видовое понятие для профессиональной. Дальше, что такое психологическая помощь? Психологическая помощь – это уже один из видов профессиональной психологической деятельности. Потому что кроме помощи у нас еще есть и диагностика, у нас еще есть экспертиза. Юлия Сергеевна говорила и о просвещении и так далее. И масса всего здесь может быть. Поэтому здесь, чтобы не запутаться, это тоже лучше законодательно закрепить. Потому что в той части, где психологи работают с экспертным сообществом, в первую очередь при проведении судебных психолого-психиатрических экспертиз, там есть уже действующий федеральный закон, который это регулирует. Поэтому, наверное, это тоже нужно вынести за скобки, а не втягивать сюда. С другой стороны, у нас есть виды деятельности, пересекающиеся с коллегами. Вот это традиционный спор по поводу психотерапии. С одной стороны, психотерапия во всем мире так сложилось, что в первую очередь 90% это клинические психологи и психологи, которые еще прошли дополнительные образовательные программы по тому или иному виду психотерапии. С другой стороны, слышится такая логика, что если в слове психотерапии есть корень терапия, значит терапия это лечение, а если лечение, то это только врач. Но здесь тоже нужно просто договариваться и проговаривать. При этом мы никоим образом не залезаем на площадку психиатрии. У психиатров есть всегда свой объем задач и деятельности. Более того, упаси Боже, мы не залезаем в части психофармакологии и ни на какие рецепты никогда не претендуем, и никогда не будем претендовать. У психолога главное лекарство – это слово. Поэтому вот здесь мы на том стоим. Хотя, как это, в недружественной нам стране американская психологическая ассоциация уже даже… Ну, это, видимо, фарминдустрия продавила. Там есть порядка нескольких препаратов, в том числе и то, что коллеги из зала показали, вот такие эти самые жесты, да, то, что, как у них там называются, вот какие-то уже полубытовые антидепрессанты, я мягко так назову, да, вот в части выращивания и так далее. Кстати, позавчера министр здравоохранения Германии, федеральный министр, официально поднял вопрос о легализации каннабиса в Федеративной Республике Германии. Слава Богу, региональный министр, который Баварский, здравоохранение, вступил с ним в полемику по поводу того, что если такое будет допущено, то, конечно, рост… Ну да, ну там и было, вот как раз в кавычках и написано для ощущения хорошего настроения. Вот, но тем более, да, я уже завершаю, чтобы уже так это, свое занудство на этой шутке и закончить. Сама презентация, в принципе, завершена. Пункт первый. Федеральный закон нужен. В федеральном законе нужно закрепить главных участников и все правила игры, о которых мы говорили. Ну и позвольте всем пожелать здоровья, в первую очередь психического. Спасибо за терпение. Да, ну вот мы наконец-то освободили трибуну, перестали узурпировать, так сказать, ответственность, возложенную на нас. Поэтому приглашаю для доклада правовое регулирование психотерапевтической деятельности Бабина Сергея Михайловича, президента Российской психотерапевтической ассоциации, врача-психотерапевта высшей категории, доктора медицинских наук, профессора кафедры психотерапии, медицинской психологии, сексологии, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Спасибо. Ну, я постараюсь удержаться в регламенте, сеттинг для психотерапевта – это святое. Спасибо организаторам за приглашение. Я обсужу право регулированной психотерапии. И на самом деле я думаю, что большая часть из того, что я говорю, для профессионалов не является чем-то новым и скорее со мной все согласятся. Актуальность этой проблемы – это цитата Макса Шеллера, одного из родоначальников феноменологии наряду с Гуссерлем. «Еще никогда в истории человек не был настолько проблематичным для себя, как в настоящее время». За сто лет, прошедшие с момента этого высказывания, проблематичность современного человека только возросла. И психологическая помощь, психотерапии пытаются в мере своих сил каким-то образом ответить на эту проблематичность. Другое дело, что у нас получается, получается не очень, конечно. Опять же, в настоящее время следует четко различать психотерапию как специальность, как профессию и психотерапию как область деятельности. И во всем мире, и в России десятки лет – это пересекающиеся понятия. Мы можем пытаться отрицать реальность. В России, в Российской Федерации врач-психотерапевт – единственное законодательное, юридически признанное лицо. Но на самом деле область деятельности значительно больше, значительно шире, чем врачебная. И уже сегодня про это Юрий Петрович только сейчас про это говорил. 66-й год, это гештальтисты американские, терапия слишком хороша, чтобы ограничиваться лечением. И, безусловно, огромное количество проблем. Семейная проблематика, воспитание детей, горевание, эмиграция, смена работы. Этих терминов нет в МКБ, и они не могут там появиться. Но этим занимаются психотерапевты. Если это перефразировать, то можно сказать, что психотерапия слишком хороша, чтобы отдавать ее психотерапевтам. И тоже психотерапии, как область деятельности, там работают разные специалисты. Изумеется, в первую очередь, психологи, не только клинические, а и другие специализации. Социальные специалисты, в нашем понимании, социальные работники, волонтеры, помощь равны равному. И количество людей, которые занимаются психотерапией в мире, все время растет. Например, в Европе, и, кстати говоря, подобные специалисты есть в России, появилось направление философское консультирование. Когда философы занимаются чем-то, что, на мой взгляд, очень близко к психологической помощи. Но называют это по-другому. В Великобритании, в Германии и даже в России, кстати, у нас появились такие люди. Так что это вот та реальность, с которой мы сталкиваемся. У нас отсутствует единое профессиональное поле, потому что мы его не признаем. Я в основном буду, текста у меня будет мало, а вот картинок больше, мне картинки больше нравятся. И мы пытаемся выстроить вот эти заборы. Здравоохранение, образование, психология, МЧС. Вместо того, чтобы попытаться сломать эти заборы и на заказательном уровне создать что-то единую, более или менее единую систему, которые будут регулировать не отдельные профессиональные группы, а именно профессиональное поле, вид деятельности, в частности, психотерапию. Если мы можем весьма условно посмотреть, а кто же этим занимается, да? Ну, понятно, что есть здравоохранение, социальная помощь, образование, силовые структуры, негосударственный сектор. Но мы даже не можем... Вот он у меня специально серым выделен. А сколько там людей? Но еще здравоохранение, государственное здравоохранение, сейчас про это скажу, там есть цифра, 1250, вот последняя вроде бы звучала. А в негосударственном секторе это нигде не учитывается. Эти люди не входят в статистику. Их диагнозы, их пациенты, их клиенты тоже не учитываются. Ведь статистика нужна не просто для, там, не знаю, научной работы, а в том числе для государства, для выделения средств. А сколько у нас пациентов? А сколько у нас клиентов? Они растут или уменьшаются? А сколько вообще человек занимается психотерапией в России? Мы же не можем ответить на этот вопрос. Гуляют цифры 2030 тысяч. Откуда взята эта цифра? Да не откуда, с потолка, по большому счету. Причем вот этот негосударственный сектор, разумеется, перекрывается. Потому что сегодня я работаю в государственном здравоохранении, там, до трех часов дня. А потом я перехожу в частный кабинет, у меня нет ни лицензии, у меня вообще ничего нет. У меня АКВД нет, да, конечно. Но я занимаюсь тем же самым. Это не учитывается ни в каких документах, ни в регламентирующих, ни в нормативных, ни в отчетности. Вот Европейская комиссия. Понятно, что у нас сложные отношения с европейскими коллегами, но тем не менее, как направление, куда движется современное регулирование психотерапевтической помощи. Психотерапия, как независимая специальность, независимая профессия, независимая и от медицины, и от психологии. Независимая, разумеется, не значит, что я выхожу на площадь и говорю, я теперь психотерапевт. Конечно, нет. Есть требования к образованию, которые в среднем соответствуют образованию внутри психологического, так скажем, факультета, полюса и внутри медицинского. Но, в принципе, это то движение, это рекомендация. Рекомендация носит рекомендательный характер, безусловно. И далеко не все европейские страны следуют, но, тем не менее, общая тенденция такова. Из крупных стран Германия, например, недавно изменила законодательства и движется тоже в этом направлении, хотя не полностью соответствует так называемой этой Страсбургской модели. Вот одно из последних высказываний директора Центра Сербского, Александра Вячеславовна Шпорт. Не она единственная, не она одна про это говорит, но это свежие двухнедельные давности. 1250 психотерапевтов в России, конечно, их не хватает, конечно, их нужно больше, но где-то с конца 2000-х годов идет тенденция на постоянное сокращение. По-моему, их было 5-6 тысяч, а сейчас 1250, вот в государственных, очевидно, негосударственных, которые имеют лицензию, хоть каким-то образом учитываются в статистике. И можно понять Министерство здравоохранения Российской Федерации, у нас, если я не ошибаюсь, 600 тысяч врачей, 550 где-то, 1200 психотерапевтов – это десятые доли процента, меньше двух десятых. Огромное количество проблем в здравоохранении, важных, серьезных, и тут тысячи человек, от которых, в общем, больше мороки, чем толку. Да, в общем, убрать их, и как-то всем станет легче. И что и происходит, в общем-то, в государственной структуре здравоохранения. Я говорю об общем регулировании, но нельзя не сказать хотя бы пару слов о внутриведомственном, которое тоже, в общем, не отличается разумностью и порядком. Вот противоречие между действующими приказами Минздрава. Это показывает ту степень согласованности документов, которую мы допускаем в разных ведомствах. Ну, потому что мне ближе Минздрав, я говорю о Минздраве, да? Это действующие приказы. Номенклатура, например. А кто такой врач-психотерапевт? Это человек, имеющий психиатрическое образование, сейчас нет, это независимая специальность. А по действующему приказу меня не возьмут на работу, если у меня нет психиатрической подготовки. А психиатрическая подготовка – это ординатура сейчас, это дополнительное двухлетнее обучение. И, кстати, если оно второе, так оно платное. А вот это последняя чехарда с лицензированием. Исключение психотерапии, исчезали лицензированных специальностей, потом включение. Надо отдать должное Министерству здравоохранения. Действительно, мы много выступали, писали письма, совещания, чтобы ее включили обратно. Да, ее включили, сексологию, правда, нет, ну ладно, сексологов еще меньше, чем психотерапевтов, их вообще, по-моему, 15 человек. Ради них вообще даже лишний приказ-то издавать дороже. Но психотерапевтов включили обратно. А зачем их исключали? И это исключение вызвало бурную радость не медицинских психотерапевтов, так скажем, что вот ура, психотерапию легализовали, не врачебную. Да никого отношения это не имеет. Приказы Минздрава касаются только Минздрава. Они не касаются всей остальной области психотерапевтической деятельности, конечно же. Я хочу успокоить, пока вы читаете эту картинку, это, конечно, не моя фраза, да, цитата не моя, это вообще плакат, который висел в Русском музее в Санкт-Петербурге, а самой этой фразе больше ста лет, это письмо Репина Стасову. О чем идет речь? Конечно, мы завтра же, у нас не появится закон о психологической деятельности, да, и послезавтра, наверное, не появится. Но когда мы принимаем те или иные, например, ведомственные документы или нормативные, но мы можем пытаться в них понять и прописать то, что делают, так условно говоря, смежники, вот это межведомственное взаимодействие. Вот, например, ФГО, да, высшего образования, 3+, неврачебная психотерапия, как ряд профессиональной деятельности. Минобор, прямо передовой в этом смысле, неврачебная. Ну, а почему мы должны использовать какие-то другие термины? Ну, например, психологическая. Само по себе, в общем, довольно элеп, потому что психотерапия не может быть не психологическая. Какая она может быть? Биологическая. Но она вся психологическая. Но если уже есть в Миноборе термин неврачебная. На предыдущем заседании был доклад, да, посвященный дискуссии услуга или помощь медицинская. Одно слово изменили огромное количество юридических последствий. Здесь же будет то же самое. И тогда нужно будет приводить там ФГО в соответствии с законом или менять документы проекта профессионального стандарта. Минздрав до сих пор не принимает проект профессионального стандарта врач-психиатр. Ну, по сложным причинам и непонятным, да. Соответственно, министерство говорит, ну, пока не принят этот стандарт, зачем же мы будем, что логично, принимать стандарт врача-психотерапевта? Ну, конечно, должен быть сначала психиатрический. И вот одно тянет другое. Стандарт, он не вошел в презентацию. Буквально на днях был принят в Министерство труда профессиональный стандарт психолог-консультанта. Вообще это непонятно, что такое за зверь психолог-консультант. И как его трактовать. И насколько я понимаю, Министерство здравоохранения в свое время давало отрицательный отзыв на этот профессиональный стандарт. Резко отрицательный. И, кстати говоря, я не думаю, что, например, одно министерство обладает правом вета на текст другого министерства. Но если Министерство здравоохранения дало резко отрицательный, вы же в курсе, да, то, может быть, создать какую-то согласительную комиссию, разобраться, а почему собственно. Потому что, скорее всего, этот профстандарт, если будет принят закон о психологической помощи и деятельности, нужно будет изменять. Потому что там, ну, так мягко скажем, он совершенно не соответствует вот ничему. Да, совершенно. Так зачем же нам делать дважды или трижды или уже десять раз бессмысленную работу, да? Принимать какие-то нормативные документы, которые в любом случае будут изменены. Последние две вещи. Я пытаюсь удержаться в сеттинге. Тут красивые картинки, что вы посмотрели. Вот разобщенность. Почему у нас Вавилонская башня-то разрушилась, да? Потому что Господь их языка лишил единого, да? Они перестали друг друга понимать и, соответственно, ничего не достроили. Вот это примерно то же самое. Медики, психологи, Минтрут не могут договориться между собой. На мой взгляд, достаточно просто профессионалам договориться, если мы все-таки ориентируемся на реальность. И когда мы вырабатываем, я абсолютно согласен, общий понятийный аппарат, Юрий Петрович абсолютно прав, тогда все остальное значительно легче делается. Как бы это вытекает. Ну и, конечно, недоверие сообщества к выдвигаемым инициативам и знание торговцев из храма. Идея такая, что будет создана какая-то структура, государственная или негосударственная, которая будет получать деньги за допуск в профессию. Что происходит сейчас, вот буквально, последний месяц, с так называемым вот этим законопроектом, публикацией текста законопроекта? Насколько я понимаю, было совещание в Государственной Думе, круглый стол, да? Где никакого текста не было, где, в общем, собрались профессионалы обсудить возможность принятия закона. После этого публикуются в сети разные законопроекты, без указаний ссылок, авторства, откуда они их взяли. Большое количество людей возбуждается, профессионалов, начинает писать, что-то комментировать. Две недели, да? Вы знаете, две недели Госдума якобы отдала на обсуждение, да, а почему не два дня? А почему не два месяца? А вообще где это написано? Нигде это не написано. Две недели. В возбуждении в сообществе все пишут предложения, они же бессмысленные, потому что непонятно, что мы обсуждаем. А что это за документ? Один из документов, кстати, не основной, я там прошел по ссылке, если там нажимаешь на нее, он отклонен Госдумой в 2014 году. То есть это какой-то проект, который вот там, сколько уже, 8 лет назад был отклонен, его сейчас все обсуждают. Ну, соответственно, чтобы этого не было, на мой взгляд, должно быть более открытое обсуждение в профессиональном сообществе. Ну вот, например, такое, которое происходит сегодня здесь, с привлечением разных сотрудников, разных министерств, разных ведомств, разных профессиональных групп. И в том числе не будет вот этого возбуждения, что вот сейчас там две недели, и сейчас нас тут всех, не знаю, уволят, закроют, дипломы аннулируют. Ну, полный нонсенс. Условно говоря, мы можем выделить вот следующие направления в психотерапии, в регулировании психотерапии. Вот сейчас мы где-то вот между первым и вторым пунктом находимся, посерединке. Но, конечно, программа «Минимум» это легализация психотерапии в деятельности психолога, клинического психолога, возможно. Ну, то есть, как бы приведение наших документов в соответствии с той реальностью, которая есть. А уже, да, и, конечно, унификация образования психологического и медицинского. И, в принципе, вот этого образования, Юрий Петрович про это говорил, да, мы должны понимать, что мы делаем с переподготовкой, с двухдневными курсами, ну, не знаю, там, а с годовыми курсами заочными. Да у меня куча знакомых, коллег, которые просто с врачебным дипломом психотерапии, они готовятся к изменениям. Мы просто купили диплом о переподготовке и говорят, а все, у меня теперь, я имею право заниматься, вот, это действительно так, что они имеют право заниматься? На мой взгляд, нет, конечно. Но вот это должно быть регулировано. Конечно, образование. И уже, как бы, программа максимум, да, весьма отдаленная, да, наверное, это психотерапия как независимая специальность. Я пытаюсь удержаться, да. Опять же, вот если наша реальность, если мы смотрим на реальность, если мы оцениваем реальность более или менее адекватно, тогда, возможно, судьба этого парохода, да, нас минует. А если мы ее отрицаем или пытаемся смотреть только вот на ту часть реальности, которая нас устраивает, то понятно, что происходит с подобными ситуациями. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Коллеги, и нам напоминают, что есть неприятное слово «регламент», который нас в реальности удерживает, потому что мы тут этим местом обозначены. Позвольте следующий доклад представить Давидян Гайне Михайловна, доцент кафедры истории государства и права Московского университета, кандидат юридических наук. Гайне Михайловна, долгое время мы практически все, как мы вот два факультета встретились, вот и до сих пор не разлучаемся по этому вопросу. Ну и по другим тоже. Переподготовку тоже. Да, переподготовку уже можно психологическую засчитать. Так, хорошо. Огромное спасибо, Юлия Петрович, спасибо, Юлия Сергеевна. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить организаторов столь интересного мероприятия. Вы знаете, когда приглашают не специалиста на такое междисциплинарное заседание, чувствуешь особую ответственность и честь, конечно, для меня выступать перед психологами, потому что я юрист, и для меня, ну, можно сказать, да, за два, три года, а то и больше общение с психологами, я даже могу уже какие-то курсы вести точно. Я, к сожалению, буду немножечко повторяться, потому что мы вместе работали все эти годы и вместе сочиняли, ну, я хочу сразу коллеге, который здесь выступал по поводу психотерапии, возмущался, что нет проекта закона, напомнить, что проекты все-таки пишутся в Государственной Думе. Поэтому ни мы, ни психологи писать проекты законов не можем. Мы лишь занимались тем, чтобы понять настроение сообщества по поводу того, как они видят перспективы развития правового регулирования психологической помощи, психологической деятельности, и что из этого может получить. Лишь просто скромный вклад внесли в то, что сделалось. И сразу хочу оговориться, что это вовсе не моя личная заслуга. Мы работали большой командой, у нас чуть ли не два раза в месяц прилетали представители из разных вузов, разных даже практикующих психологи. Поэтому это такая работа командная, я лишь представляю результаты этой команды. А вот этой работе... А, все. Значит, здесь уже говорили, я буду стараться придерживаться регламента, говорили неоднократно, нужен ли закон, конечно, нужен. И он нужен не потому, что государство хочет вмешиваться в эту психологическую деятельность, а потому что вы видели, сколько шарлатанов и так далее, и это обеспечит просто психологическое благополучие населения. Вот психологическое благополучие, это, безусловно, то, на что должны нацелены именно правовое регулирование. Я лишь хотела бы оговориться, что здесь немножко разошлись позиции юристов и психологов. Вот по моему глубокому убеждению, это была лично моя идея, нужно принимать закон не о психологической помощи, потому что психологическая помощь – это очень, ну, важная, но только часть психологической деятельности. Закон должен быть о психологической деятельности. И позвольте, Юрий Петрович, не согласиться с вами, хотя я во всем с вами согласна, здесь не согласиться. Почему? Что это не просто какая-то профессиональная деятельность, ведь психологическая помощь – это только небольшое. Здесь есть и просвещение, здесь есть и вот та самая психотерапия, здесь есть и коррекция, здесь есть экспертиза психологическая, в конце концов, наука, образование. И это все, конечно, психологическая деятельность вовсе не психологическая помощь. А психологическую помощь мы все-таки определяли как вид психологической деятельности, которая реализуется через мероприятия, комплекс мероприятий для предупреждения, преодоления затруднений и сложностей психологического характера. Согласие, да. Это просто значит, я что-то не поняла. То есть вот по моему глубокому убеждению закон должен быть о психологической деятельности. Посмотрите, есть адвокатская деятельность, есть аудиторская деятельность, то здесь помощи мало. Почему-то вот законодатели настаивают именно на том, чтобы это была помощь. Да, я бы добавил, что не психологи настаивают на помощи, мы шире про деятельность. Законодатели напоминают, а еще кроме юристов и психологов есть политики, которые говорят, что закон должен быть социально ориентирован. И когда в названии закона вынется на слово помощь, то он больше подходит под такую социальную ориентированность. Хотя по сути мы абсолютно согласны, что закон-то о деятельности. Да, потому что деятельность это, конечно, больше, шире, как я уже сказала, туда много чего входит. Теперь, с чем мы еще столкнулись, когда писали, попытались, по крайней мере, ну какую-то там создать такую модель, которая может послужила бы началом для вообще уже серьезной разработки. Мы, конечно, столкнулись еще и с тем, действительно, как представлять интересы третьих лиц, потому что вы знаете, что психологическая помощь по, скажем так, аналогии с психиатрической, по идее, должна быть абсолютно добровольной. И как быть, допустим, с третьими лицами, ну скажем, мама считает, что сыну обязательно нужна эта психологическая помощь. Должны ли в законе быть отражены интересы этих лиц и так далее. И пришли к тому, что да, в некоторых ситуациях, когда лицо не осознает необходимость вот этой помощи и так далее, не способен выразить свою волю для защиты жизни, здоровья и иных жизненных важных интересов гражданина, то в данном случае получение согласия от этого лица невозможно. И, скорее всего, нужно отразить позицию третьих лиц, заинтересованных в этой ситуации. Но вы понимаете, что здесь очень аккуратно все нужно делать для того, чтобы, ну, права, по крайней мере, конституционно гарантированные права не нарушались. Вот большие у нас споры, я еще раз говорю, что это была большая группа психологов, я была одна юрист, остальные, ну, участвовал, кстати, так и же наш декан. У нас есть, кстати, публикации по этому поводу в журнале, поэтому, если кому интересно, можете посмотреть. Большие у нас возникали проблемы по поводу, конечно же, видов психологической помощи, какие они должны быть и как они должны оказываться. Тут коллега говорил о психологической психотерапии, я не буду повторяться, но мы выделили такие виды, как психологическая диагностика, профилактика, коррекция. Есть определения, они даны для всех, и психологическое консультирование. Почему это важно? Потому что все-таки психологи должны понимать, на каком этапе кому какие виды помощи, конечно же, нужны. О проблемах психологической психотерапии здесь сказали, поэтому не буду повторяться. Большая проблема возникла, в том числе и с законодателями, когда мы решили, что обязательно надо ввести в закон понятие психологической тайны. Что это такое? Объясните нам. Вообще, я должна сказать, что в нашем законодательстве, в российском законодательстве, есть свыше 200 видов разных тайн. Семейная тайна исповеди, медицинская, врачебная, государственная, в конце концов, аудиторская, банковская и так далее. К сожалению, очень плохая ситуация с этими тайнами, потому что сначала законодатель это вводит в закон, все прекрасно, а потом ищет какие-то пути, либо мы в каких-то там международных организациях состоим, когда нужно эту тайну раскрывать. И в конце концов, не надо забывать об уголовно-процессуальном кодексе, который устанавливает, что в случае, если есть такая обоснованная необходимость, конституционный суд неоднократно об этом говорил, что вот эту тайну надо бы раскрывать. И адвокатам надо бы раскрывать, хотя там более-менее абсолютный характер имеет тайну. Нотариусы тут же раскрывают, отдают все, что требуют от них следственные органы. В тайной исповеди вроде более-менее защищаются, и то по усмотрению, наверное, опять же, священника, насколько опасна ситуация для гражданина. Поэтому я так понимаю, что что получится из этой психологической тайны. Абсолютно сделать эту тайну не удастся, с учетом наших реалий и действительности. Нужно ли, например, должен ли, скажем так, психолог передавать органам дознания следствие сведений, которые получил от своего клиента, у меня как-то так язык не поворачивается называть, лицо, да, мы назвали в проекте, это лицо, которое обращается за психологической помощью. Ну, скорее всего, наверное, найдем обоснование законов, ряда позиций конституционного суда, что да, если есть обоснованные сомнения в том, что там скрывается какое-то преступление совершенное или готовится какое-то преступление, скорее всего, я боюсь, что это будет следом за другими тайнами, и эту тайну придется раскрывать. Скорее всего, если есть угроза жизни, здоровью и иных жизненно важных интересов третьих лет, придется эту тайну раскрывать. И если, например, по аналогии рассматривать закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, может быть в целях проведения психологического и психиатрического обследования, лечения гражданина, который действительно не понимает значения своих действий, тоже придется раскрывать эту тайну. Так что тайна есть, но абсолютный характер этой тайны, боюсь, что не получится. Хотя хотелось бы, чтобы, конечно, насколько это возможно, настолько вот остались эти сведения, которые получает психолог от своего доверителя, вот строго, конечно, между ними. Так как я тороплюсь, я забыла сказать, что у нас возникло очень много споров по поводу того, какие квалификационные требования надо предъявлять к психологу. Мы, юристы, написали вот такой вот список, знаете, что там, чтобы не стоял на учете в психоневрологическом диспансере, чтобы не было судимости, чтобы не было того-сего. А вот психологи меня убедили в том, что это очень жесткие требования, что нужно, чтобы их было всего-ничего. Высшее образование, а также вот отсутствие недееспособности. Высшее психологическое. Высшее психологическое или психопедагогическое. Я очень хорошо помню эти споры наши. Психологическое, оно педагогическое. В рамках педагогического это отдельная тема, чтобы мы тут людей не запутали. Хорошо, не будем, но в проекте написано, что педагогическое тоже. Но абсолютно исключили, конечно, любые переподготовки. То есть считается, что у человека должно быть высшее профессиональное образование и не просто, а в аккредитованном государством, высшем учебном заведении. Полный курс он должен пройти. Это может быть первое высшее образование, это может быть второе. Пожалуйста, никаких проблем. Но о том, что никакие переподготовки здесь не подойдут, то это была однозначная позиция сообщества. И я целиком и полностью это поддерживаю. Считаю, что это правильно. Теперь, что к этому еще можно было бы добавить? Конечно, я думаю, что со временем, наверное, решать. Нужна судимость, мешает судимость, не будет мешать судимость. Это уже пусть психологи решают. Мы, юристы, хотели им предложить такой вариант, но как-то так столкнулись с тем, что это слишком жестокое отношение. И, конечно же, в качестве лица, оказывающего психологическую помощь, как говорил Юрий Петрович, безусловно, мы воспринимаем как физических, так и юридических лиц. Теперь вопрос. Конечно, тут же мы отбросили идеи лицензирования. Это очень сложная процедура, очень, как вы знаете, и материальных средств требует и так далее. Но по какому критерию вот эти психологи будут допущены к практике? Вот нам казалось, что обязательно нужна какая-то, вот какой-то допуск специального органа. Это должен быть, конечно, государственный орган. Мы представили, что это может быть какая-то комиссия, которая допустит психологов профессиональной деятельности. На основании этих сведений, которые они представят, и в конце концов, если есть реестр, они должны быть там учтены. Если их лишили статуса, лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, здесь должны быть отметки, чтобы их заново не допускать, как это случается с адвокатами. Их лишают статуса в одном субъекте, они сдают экзамен в другом и снова становятся адвокатами. Это, конечно, очень и очень грустно в нашей профессии. Теперь та самая проблема, о которой мы говорили, вот поверьте мне, мы не договаривались с Юрием Петровичем, но на слайды получились по той же логике, потому что тут уже никуда не денешься. Многолетнее вот это обсуждение, конечно, к этому нас привели. Как вообще участие государства, в чем мы видим участие государства в регулировании психологической деятельности и насколько должны быть психологи независимы от государства? Конечно, здесь однозначно понятно, что именно правовое регулирование предполагает государственное регулирование, но контролировать государство, все-таки деятельность психологов, вот, казалось бы, не совсем будет правильно, потому что, ну, это вмешательство во внутреннюю деятельность, которую само сообщество может регулировать. Для этого есть общественные организации, известные, давно действующие. Я думаю, что им было бы удобнее, конечно, намного самостоятельно решать все вопросы именно профессиональных, тех китов, на которых будет строиться профессиональная деятельность. И наша идея была в том, что нужно создать комиссию межведомственную из нескольких министерств, которые будут лишь допускать к профессии и решать вопросы о лишении статуса. Все остальное, конечно, должно делать сообщество. Есть аналогичная организация адвокатская, очень хороший пример, когда адвокаты, независимые от государства, самостоятельно решают возникающие все профессиональные проблемы, дают советы, как действовать самостоятельно, контролируя деятельность своих коллег. И последнее, что я хотела бы вам сказать о кодексе профессиональной этики. Вы знаете, вы обязательно столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы, юристы, в этой сфере. Кодекс профессиональной этики принимается сообществом и не является нормативно-правовым актом. И поэтому любые решения, которые будут приниматься психологами на основе этого кодекса, не будут иметь никакой юридической силы. Сейчас адвокаты, нотариусы обращаются в Конституционный суд с тем, что вот смотрите, меня лишили статуса на основании этого кодекса, а это противоречит Конституции. На что Конституционный суд говорит, ребят, вы извините, но ваш кодекс профессиональной этики никак не является нормативно-правовым актом, поэтому мы это даже рассматривать не будем. Поэтому мне кажется, что лучше, насколько это возможно, вот принципы профессиональной деятельности раскрывать и расписать в законе, так как все-таки мы страна континентальной правовой семьи, и кодексы наши, которые являются корпоративными актами, не являются ни для кого серьезным нормативным актом и вообще нормативным актом не являются. Поэтому мне кажется, что в законе как можно больше должно быть расписано именно этих принципов, чтобы в случае, если возникают спорные ситуации, можно было бы на это ссылаться. Хотела выразить еще раз огромную благодарность за приглашение и надеюсь, что все-таки этот закон обязательно будет, и мы сможем все-таки гордиться тем, что психологическая деятельность теперь это вот вид, один из видов профессиональной деятельности, которые есть у нас в стране. Спасибо. Спасибо большое, Гайна Михайловна. Да, выдержать психологов несколько лет тяжело, тем более одной. Позвольте слово предоставить Алле Вадимовне Шабалтас, декану факультета психологии, заведующему кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий Санкт-Петербургского государственного университета, председателю совета учебно-методического объединения по психологии, доктору психологических наук. Алла Вадимовна, пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, я так понимаю, у меня 5-6 минут для того, чтобы… Да, коллеги, у нас времени не так много. И, по крайней мере, позаботиться и о вашем психическом и физическом здоровье. В 15 часов мы должны закончить, нас еще четверо, да? Поэтому, коллеги, извините очень быстро. Я, во-первых, благодарю организаторов за то, что сегодня объединились и врачи, и психологи, и юристы. И я хочу говорить о позитиве, о том, что уже есть и что может нам очень помочь. Потому что и профессиональное сообщество, и клиенты готовы к законодательному регулированию. Нам нужно, чтобы государство, наконец, это сделало. Потому что ответственностью государства являются законодательные инициативы. 80 лет готовят в этой стране профессиональных психологов. В настоящее время 243 вуза, имеющие государственную аккредитацию, это делают. И нам кажется, что то, о чем Юрий Петрович говорил и коллеги до меня, мы уже вполне способны помочь обозначить три основных вопроса. Кто такой профессиональный психолог? Профессиональный психолог. Еще раз, путаница сейчас в пространстве и в интернете связана с тем, что люди путают бытовое понимание помощи и думают, что психологи профессиональные хотят лишить нашу замечательную российскую духовность возможности помогать. Конечно же, нет. И церковь, и человеческие отношения остаются. Но есть понимание профессии. И это наша ответственность, в конце концов, это сделать. Какие виды деятельности являются профессиональными и психологическими? И в данном законе действительно есть расширительное понимание. Психологическая помощь предполагает разные виды профессиональной психологической деятельности. И как это регулировать? Коллеги, следуя за медицинской и юридической парадигмой идеологии профессии, которая касается одного из самых сложных феноменов человеческой жизни, психические явления и душа, конечно же, это долгосрочное, непрерывное профессиональное образование в виде пирамиды подготовки. У врачей все это есть. Вопросов же не вызывает, когда мы идем, так сказать, делать у хирурга операцию. Есть ли у него базовое медицинское образование и так далее. Только очное обучение. Это то, что мы с 16-го года совместно профессиональным сообществом добились. И поверьте, было очень тяжело уйти от заочного обучения. Нас просто терроризировали с тем, чтобы это осталось. И, конечно же, необходимые компоненты. Почему-то коллеги, которые иногда ведут краткие курсы, думают, что компетенция – это какое-то знание и информация. И за 500 часов их можно передать. Да, знания передать можно. Но я сомневаюсь, что возможно передать умения, навыки. А самое главное – сформировать грамотную, зрелую, профессиональную личность. И это требует не одного года обучения. Вы, как врачи, кто здесь сидит, прекрасно это понимаете. Потому что есть еще вопрос, связанный с рефлексией, с супервизией. И, допустим, простят меня медики, я предполагаю, что годичной супервизии, индивидуальной и групповой, в медицинской программе подготовки психотерапевтов просто нет пока. У клинических психологов это уже есть. Но что касается базовых этических принципов, я согласна, что их можно обозначить и в законе. И как раз следуя этим базовым принципам, мы просто обязаны добиться законодательного регулирования. Потому что это уважение, профессионализм, ответственность и честность. Ну, я… Давайте пойду просто быстро. Потому что Юрий Петрович меня представил как председателем Федерального учебно-методического объединения при Миноборнауке. Это наш такой общественный, абсолютно экспертно-независимый орган, объединяющий сейчас более 100 представителей ведущих вузов и научных институтов и практики. У нас много разных функций. В частности, вот в 2016 году были разработаны, а в 2020 году приняты новые образовательные стандарты для базового высшего психологического образования, включая все его виды – бакалавриат, специалитет и магистратуры. С 2021 года они вступили в силу заочного обучения. Больше в государственной аккредитационной системе нет. И тот, кто говорит, что есть, обманывает. Что такое стандарт? Это совокупность обязательных требований как раз к подготовке специалиста. И мне кажется, федеральные образовательные стандарты дают для наших законодательных сейчас надежд очень много, что мы можем уже использовать. И вот Сергей Михайлович уже говорил о стандарте клиников. Потому что, по сути, стандарт привязан к требованиям, которые мы представляем к специалистам того или иного уровня. Я уже сказала, что федеральные стандарты касаются государственной системы образовательной. Это может быть частная, например, структура, но она должна пройти государственную аккредитацию. А это очень важно. Коллеги, ни один центр переподготовки не проходит никаких процедур государственной аккредитации образования. На входе слушателей не проходят никакой проверки в принципе на то, что они... Поэтому это вообще разные виды. Это не образование. Вы же меня извините, я так скажу резко. Это повышение квалификации. Кое-что есть еще в стандартах. Не буду останавливаться. Вот я хотела привести просто в качестве примера, что есть в стандарте, в частности, клинического психолога образовательного. У бакалавров и специалистов служебной деятельности есть также все эти области, но здравоохранения нет. Это действительно является прерогативой только клинической психологии. Но во всех остальных сферах психологи работать могут. Другой вопрос. А какие же задачи могут решать психологи? Действительно, если мы говорим о пирамиде подготовки, уровень бакалавриата четырехлетней в России не позволяет решать продвинутые сложные задачи, связанные с экспертизой, с психотерапией и с педагогической работой. Но остальных задачах психологи достаточно подготовленно работают в командах со старшими психологами. Но я не буду на этом останавливаться. Что я еще хочу сказать, что очень важно в образовательных стандартах. Это то, что предполагается довольно продвинутое. Когда говорят, что вузы не готовят практиков, это полный бред. Вы меня извините. Я готова доказать конкретно, глядя на ту программу, которую вы мне покажете. Вид и разнообразие практик, в том числе индивидуальной квалификационной супервизии, когда в учебных часах у нас до 50-60 индивидуальной по сути личной терапии у каждого студента, в том числе и у бакалавров, и есть эта практика производственная, как раз снимает эту проблему. Но это универсальные компетенции всех выпускников вузов России. Что касается общепрофессиональных компетенций, я уже говорила, что в зависимости от уровня они нарастают, но они должны нарастать. То есть нельзя учить психотерапии человеку, у которого нет базового психологического образования, включающего общегуманитарные дисциплины, анатомию, биологию, генетику, психиатрию и так далее. То есть технологии даваться должны на сформированную уже, так сказать, профессиональную готовность. Ну и, конечно, базовые кадровые требования. Мы вузы, которые имеют государственную аккредитацию, очень жестко через это проходим. Ни одна краткосрочная программа не соответствует этим требованиям. Вы уж меня извините. Поэтому здесь государство тоже должно пересмотреть. Как это у медиков, я не знаю, но хотелось бы узнать. Может быть, юристы помогут. Каким образом на медицинское повышение квалификации не могут попадать люди без базового образования? Так должно быть и в этой профессии. Душа, простите, не менее чувствительная область, нежели тело. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я прям два слова. Мы чуть задержимся. У нас есть такая возможность. У нас потом получасовой обед, поэтому мы всех прослушаем. И у вас будет возможность потом пообедать. Но дальше будет уже у нас здесь следующее мероприятие. Поэтому не пять минут, но, соблюдая регламент, очень вас прошу. Пожалуйста, Алла Борисовна Холмогорова, декан факультета консультативной клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических наук, профессор. Вы одна, тут два человека объявлены. Но вы за двоих, правильно? И Сеснева Мария Евгеньевна. Да, пожалуйста, Алла Борисовна. А Елене Рудольфовне Исаевой приготовиться, просьба. Спасибо большое, Юрий Петрович. Я постараюсь успеть рассказать то, что мы собирались с Марией Евгеньевной, но все-таки не могу по самым главным вопросам не отнестись сейчас к предшествующим докладчикам. Просто высказаться будет уже некогда, как я понимаю. Вот я все-таки не могу согласиться с Сергеем Михайловичем по поводу того, что мы идем к тому, что психотерапия была отдельной профессией. Я думаю, что это, знаете, совсем не зона ближайшего развития. Это какое-то очень отдаленное будущее. И все-таки в основном, кроме австрийской модели, страны европейские придерживаются правила врачебное психологическое образование для психотерапии. Иначе мы можем иметь что-то вроде того, что вот сегодня я слушала по радио ФМ. Два миллиона платите, и вас избавят от страха смерти. Гроб выдадут, закопают, произнесут речь, потом откопают, и будьте здоровы, идите дальше. И еще второй момент. Я не согласна с тем, что закон должен быть о психотерапевтической деятельности. Мне кажется, он должен быть именно о психологической помощи. Мы это обсуждали с Марией Евгеньевной, с коллегами. Почему? Потому что понять психологическую деятельность чрезвычайно широко. И есть уже много актов, регулирующих, например, ту же экспертизу. Мы сейчас это все будем дублировать, соотносить. Вот давайте начнем с чего-то, хотя бы с психологической деятельности. Но это мое мнение. Друзья, философская психотерапия очень здоровая, поэтому я хочу вспомнить Эммануила нашего Канта, который говорил о том, что две вещи не перестают изумлять меня, это звездное на небо над головой и нравственный закон внутри нас. Но там основная идея, опять же, хотел зачитать, но не буду на это тратить время, она все-таки в том, что никогда не использую другого только как средство, и себя в том числе, но в том числе и как цель. И вот в этом плане, следующий, пожалуйста, слайд. Ой, а где у меня здесь? Сейчас листаем. Этика и право, их отношения очень сложны. Но почему мы решили с Марией Евгеньевной все-таки вот сегодня этот вопрос поднять? Потому что не может никакого быть, так сказать, права, что внешне регулирует нашу деятельность, если нет вот той самой внутренней этики, то есть такого внутреннего субъективного права, которое, ну, в общем-то, как мне кажется, воспитывается вот буквально с самого начала получения профессионального образования. Ну, здесь по поводу связи права и этики, да, некоторые положения, я их пропускаю, потому что у нас очень мало времени. Я прошу прощения. Да, здесь вот было... Лучше в микрофончик. Ага, прозвучало, я просто очень тороплюсь, прозвучали слова про то, что, ну, кодекс этический, он, так сказать, не служит никаким обоснованием для принятия каких-то решений, да, и это действительно так. Вот единственная диссертация, которая по психологической этике у нас в России защищена в 2018 году, как раз и говорится об этом, что вроде бы много прописано уже в каких-то этических регламентах, но проверить исполнение этих данных, этих обязательств каким-то образом повлиять на специалистов практически невозможно. Но на самом деле профессиональное сообщество, оно имеет такие возможности в виде, ну, рассмотрения дел на этическом комитете и так далее. Я продолжаю считать это чрезвычайно важным, потому что это некоторое, как бы это сказать, ну, воспитание, да, действительно воспитание профессионального самосознания. Вот здесь вот, да, очень сложно читать, что-то непонятно где читать, без очков не вижу. Я здесь хочу привести результаты исследования наших коллег, которые провели вот опрос психологов на предмет их этических установок. Извините, не могу, не вижу. Вот, значит, они зафиксировали, что, хотя психотерапевтическое, вообще психологическое консультирование бурно развивалось в последние годы, но практически нет исследований по профессиональной этике и фактически нет никаких, ну, на самом деле, каких-то прецедентов, которые бы отражали то, что мы как-то активны в этой области, хотя уже вот первые судебные процессы прошли. Вот хочу отдельно сказать о том, к чему мы пришли в процессе обучения наших студентов. Мы пришли к тому, что наши студенты систематически нарушают элементарные этические правила, начиная уже с младших курсов. И это выявляется только, знаете, как, ну вот, когда мы следим, что они делают в сетях, что они делают за пределами учебных занятий. Оказывается, что можно, например, заснять больного во время практики и выложить потом в социальную сеть. Это привело нас к тому, что мы разработали этический кодекс студента-психолога и создали свой этический комитет. И вот уже на других факультетах нашего университета попросили тоже у нас этот кодекс. И мне кажется, что вот просто ограничивая подготовку профессионалов вот этими курсами по этике, на которые еще и не всегда там внимательно их слушают, и не вот работая в поле именно отслеживания того, насколько этично себя ведут наши будущие специалисты, которые нередко, кстати, публикуют что-то типа того, что я там приму, я окажу помощь, то есть подложенные данные относительно того, что они уже умеют право практиковать. И это вот тоже такая очень важная вещь. Ну, здесь мы с Марией Евгеньевной перечислили разные области, где этика и право пересекаются. Не буду сейчас опять экономить время на всех, на них останавливаться. Но вот получается, например, опять к тому же исследованию буквально несколько из него данных, исследований наших коллег. Оказалось, что 40% людей, которые называются себя консультирующими психологами, не прошли углубленную подготовку в каком-либо из подходов. Пятая часть вообще практикуют, не имея высшего психологического образования. И поэтому, как только мы сейчас ведем этот закон, понесется страшный крик. То есть, вообще-то говоря, мы уже имеем настолько сложное поле, что нам нужно учитывать, как мы, например, будем... Ну, это как закон тогда клинический психолог, только диплом клинического психолога дает право на работу в медучреждениях. И люди, которые уже этим занимались, оказалось, что они должны уволиться теперь. То есть, нам нужно тоже об этом подумывать. Ну и, наконец, очень плохо знают наши, как оказалось, консультанты, опрошенные вообще элементарные этические правила. Например, недопустимость смешения ролей и так далее. То, что в законе все не пропишешь. Но это условия эффективной работы психолога и психотерапевта. Значит, ну вот здесь вот опять как быть. Будет ли действительно только высшее образование? Что мы будем делать с бакалаврами, которых мы наплодили в большом количестве? Как вот сейчас мы решим этот вопрос? Так, сфера пересечения. Все пролистываю, потому что, да, все-таки не хочу лишать возможности коллег тоже выступать. Вот. Но то же самое касается этических норм публикации научных психологии. Да, я как редактор журнала я постоянно сталкиваюсь с тем, что нам, например, присылают описание каких-то случаев, не сочтя нужным, полностью изменить данные, сообщить об этом, но сделать человека в этом плане неузнаваемым. И вот я тоже считаю, что создание таких советов по этике именно научных исследований в области психологии, это тоже должно обязательно, так сказать, учитываться и тоже осуществляться. Вот сейчас хочу сказать про то, что касается бесплатной психологической помощи. Это очень важный вопрос, который понимался сегодня в первой половине дня. Ну, у нас работает прекрасная, кстати, надо сказать, Московская служба психологической помощи, но практика создания кабинетов неврозов при поликлинике была в довольно больших масштабах. Эти кабинеты неврозов были созданы и в Москве во многих поликлиниках, и в Туле, и в других городах. И вот вы знаете, когда мы говорим про экономику, Наталья Валерьевна, вы сказали, ну, это же себя окупает. Ведь главные врачи тогда молились на этих специалистов, которые сидели в кабинетах неврозов, потому что они разгрузили специалистов, неврологов в первую очередь, где самотофорные расстройства, панические атаки создают огромную нагрузку, очереди, записи огромные, кардиологов. То есть эти кабинеты, они сэкономят. Вот мы все время пытались это доказать, но, к сожалению, все-все-все, я уже заканчиваю. Да-да-да. Вот последнее, что я хочу. Нет, это важно сказать. У нас ждет страшная опасность в виде электронного здравоохранения и электронной психотерапии. Не верьте, пожалуйста, исследованиям. Я вот провела углубленный анализ исследований, которые показывают аналогичный уровень эффективности электронной психологической помощи и помощи, так сказать, вживую, онлайн. Они методологически некорректны. Это пишут и западные авторы, которые прицельных исследуют, и за ними, конечно, стоит потребность все в той же экономии денег. Поэтому давайте будем очень тоже здесь осторожны. Но вот здесь очень интересные у нас данные по поводу последних. Ну ладно, все уже пропускаем. Последнее, последнее вот буквально хочу сказать, но это говорил об этом много Юрий Петрович. Мы сейчас проанализировали самопрезентацию психологов в социальных сетях. Мы в ужасе. То есть если можно адресоваться к самым нездоровым аспектам мотивации населения, то вот именно психологи создают самую нездоровую мотивацию, адресованную каким-нибудь нездоровым установкам, за которым стоит возможность зарабатывать деньги. Поэтому профессиональная самопрезентация, слава богу, такие специалисты тоже есть, это тоже часть образования. Итак, необходимо параллельно с законопроектом, на мой взгляд, разрабатывать все-таки этический кодекс. Спасибо большое, коллеги. Вот как найти достойного мужчину. Елена Рудольфовна, как не скажет, но подведет нас к этому. Позвольте представить, Елена Рудольфовна Истаева, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей клинической психологии 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Мы надеемся на регламент. Спасибо большое. Буду на ходу сокращать, потому что, в принципе, все уже сказали. Наверное, я как... Вот неоднократно обсуждали, как у нас в здравоохранении это все происходит, да? Вот я, наверное, в этом буду с этими акцентами говорить. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы очень рады, что появится, наконец, возможность получить закон о помощи психологической, поскольку неструктурированность, нестандартизованность и нерегламентированность нашей деятельности, она, конечно, приводит к плачевным результатам. Так это я пропускаю. Эти все основные позиции мы все сегодня уже обсудили. Какие виды помощи, мы тоже это проговорили. Что важно, на мой взгляд, вопрос кто, да? Что важно, что, наконец-то, будет озвучено, что психологическая коррекция, психолог и помощь, это все профессиональные термины, и этим могут заниматься только специалисты. Когда ко мне обращались НКО, волонтеры, что мы будем заниматься психологической помощью, я говорила, простите, а какой помощью? Вы этому обучены? Вы специалисты? И правильно сегодня говорила Юлия Сергеевна, что это будет называться психологическая поддержка. Иначе у нас полная путаница будет, где специалисты, которые работают, а где волонтеры, которые просто поддерживают. И именно во время пандемии это и высветилось, когда по телефону волонтеры оказывали психологическую поддержку, а многие продавали эту поддержку под соусом психологической помощи. Например, была красивая услуга, распространенная, 15 минут по телефону, и вот даже такса была для любого лица волонтерского, кто хотел помочь бабушке, которая сидела в изоляции. Что вызывает тоже различные споры и в соцсетях, и вот здесь я скажу, как у нас в медицине. Требования высшего психологического. Бакалавриат тоже психологическое образование высшее. Но вопрос ведь вот в чем. Вопрос в том ограничении его компетентности. И если мы говорим про психологическую помощь, это сложный вид психологической деятельности. И не каждый уровень образования способен эту компетенцию осуществить. И, например, если в медицине мы говорим об образовании, да, все врачи получают высшее медицинское образование. Молодцы. Это диплом о высшем образовании. Но чтобы допустить его до пациента, до тела пациента, он должен пройти а, аккредитацию, он должен пройти ординатуру и еще раз аккредитацию. Поэтому, конечно, мы сейчас как раз будем участвовать. Уже начался процесс аккредитации медицинских психологов как медработников. И это правильный процесс, поскольку мы таким образом отсортировываем случайных лиц. И если медицинский психолог проходит аккредитацию подтверждающего компетенции, то он естественным образом включается в реестр специалистов. И таким образом у нас появляется и механизм фильтра, это аккредитация, и механизм создания реестра, где печать правильный, аккредитованный, заслуживающий доверие специалист, он может иметь, имеет право оказывать психологическую помощь. И мне кажется, это нужно брать из Минздрава на вооружение и остальным психологам. И поэтому регулярная аттестация или аккредитация периодическая раз в 5 лет, она нужна психологам. Те, кто в серой зоне, они вообще не повышают квалификацию, они добирают разные курсы, какие-то хотят, еще неизвестно, какого уровня этой курсы. И они имеют какую-то аккредитацию этой курсы или нет. Дальше. И что еще важно? Стандарты психологической помощи. Об этом тоже очень многие кричат, о том, что зачем нам стандарты, мы люди творческие, и все это должно быть по наитию. В медицинском учреждении, в здравоохранении мы все работаем по регламентам. И, конечно, творческий процесс, он должен быть, но в меру. Мы должны четко отслеживать количество процедур, алгоритм совершения этой деятельности и критерии к оценке качества оказанной помощи. Во-первых, показания для этой помощи, какие виды мы можем предложить, в каком количестве, при каких условиях и каков эффект. Поскольку сейчас это все не прописано, у нас психолог делает, что хочет, и никто его за руку не возьмет. И в этом плане, конечно же, очень хорошо, если мы будем, российское общество психологическое будет обсуждать, и это будет хорошим нашим таким заделом все стандарты, которые мы можем предложить обществу. И здесь прежде всего опять же встанет вопрос, это вот здесь переписано, вопрос к мониторингу и контролю. Тоже то, чего боятся психологи из серой зоны. Как контролировать оценок качества? Помогло, не помогло. Просто потому, что он ушел, клиент от вас, и больше не вернулся, это что, помогло или не помогло? Поэтому вопрос контроля он тоже должен быть. Юрий Петрович сегодня говорил о том, что государство и профессиональные организации должны контролировать и регулировать эту деятельность, в том числе и отчетные. Но здесь встанет вопрос о личных данных, поскольку все медсведения и все медицинские обследования у нас заложены в круговой цифровой контур единый, куда врачи помещают все свои данные, и любой врач может открыть карточку пациента в ЕГАИС, вот в этом электронной системе медицинской, и поднять данные об обследованиях за прошлый год. Как туда психологу вписаться? И имеет ли он право туда подавать данные о своем пациенте? Дальше, но это здесь я проскочу. И еще одна важная проблема, которая будущим потребует своего решения, это межведомственное взаимодействие, потому что в каждом из этих комитетов психологическая помощь называется по-разному. И перечень услуг, которые входят в эту помощь, тоже называются по-разному. Вопрос, как между собой взаимодействовать и объединить всех психологов, которые работают во всех этих подразделениях, здесь прав Юрий Петрович, что психологи есть везде. И то, чем они занимаются, чтобы как-то соотносилось между собой и была преемственность, и была системность, и межведомственность. Вот, наверное, все, что я сегодня успела. А я еще хочу показать, если можно, как у нас это все делается в Петербурге, мы уже создали профильную комиссию, это в адрес тех, кто критикует, что будет какой-то орган, который будет брать деньги и создавать какие-то трудности для аккредитации. Это будет орган, который будет давать деньги. Да, разрешать. У нас при комитете по здравоохранению была создана профильная комиссия по медицинской психологии, и это не какие-то чиновники, это ведущие специалисты нашего города в разных областях медицинской психологии, и из больниц психиатрических, и из соматических, из кафедр, и из самых разных ПНД и консультаций женских. Здесь только первая часть, половинка, потому что у нас их 30 человек. И эти же люди согласились по согласованию войти в аккредитационную комиссию по аккредитации медицинских психологов, которые сейчас осенью у нас начинают работу. То есть эти же специалисты будут еще экспертами при аккредитации. И поверьте, никаких денег нет чисто добровольная работа. При этом уровень этих профессионалов вы все знаете, все фотографии вам известны. Правда? И более того, для того, чтобы мы могли психологов повышать качество образования, мы сделали непрерывно работающую ежемесячную онлайн-школу городская школа медпсихологов, к чему мы всех остальных тоже приглашаем и к работе с таким процессом. Спасибо вам большое. Спасибо большое. коллеги, позвольте предоставить слово Павлу Евгеньевичу Морозову, профессору кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина, доктору юридических наук. Уважаемые коллеги, буду предельно краток и выражу свои мысли тезисные. Итак, первый тезис. Комплексный характер законопроекта об оказании психологической помощи прямо противоречит узкометодологическому пониманию психолога. Все комплексные нормативные акты должны регулировать весь объем общественных отношений. В данном случае весь объем общественных отношений в сфере оказания психологической помощи. Однако получается так, что определенные группы общественных отношений связаны со специальным субъектом и исключаются из предмета регулирования. Что я считаю не совсем правильно с точки зрения юридической техники и юридической логики. Вторая проблема заключается в том, что статьи 2, 6 и 10 законопроекта об оказании психологической помощи противоречат друг другу. В частности, там написано, что психолог может работать по трудовому договору, по гражданскому правовому договору и осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность. Но вместе с тем, в статье 10 правовой статус психолога указывается, что психолог обладает трудовыми правами. Это будет правильно в том случае, если психолог заключил трудовой договор. А если он заключил гражданск правовой договор, трудовой законодательство на него не распространяется. И тогда получается, что это совсем нелогично. И второй аспект. В статье второй там указывается, что психолог может работать в государственных органах. И, соответственно, здесь мы можем говорить о совершенно другом регулировании. Не о регулировании на основании трудового законодательства, а о регулировании на основании ФСЗ-79, о государственной гражданской службе. Поскольку тогда психолог будет заключать служебный контракт и вступать в служебные отношения. Тогда как же это будет соответствовать правовому статусу, который закреплен в статье 10? То есть получается, что заключая служебный контракт, вступая в служебные отношения, психолог приобретает весь объем трудовых прав, которые есть в Трудовом кодексе. Но это противоречие статье 11 Трудового кодекса, где указывается, что у служебные отношения, а также государственная гражданская служба регулируется на основании специального законодательства. Третий тезис, третья проблема. Наличие большого количества несистематизированных нормативных правовых актов о труде медицинских психологов, которые функционируют изолированно, охватывая лишь отдельные аспекты трудовой деятельности этих работников. Четвертый тезис. Отсутствует синхронизация Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования специалитет по специальности 37.05.01 и единого квалификационного справочника должностей руководителей и специалистов и служащих. Раздел квалификационной характеристики должностей работников в сфере образования. Следующая проблема. Это противоречие клинических рекомендаций нормативным правовым актам Минздрава Российской Федерации. И последняя проблема это неоднозначность восприятия проекта приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта медицинских психологов. Ну и в заключении сделаю общий вывод. Естественно требуется совершенствование правового регулирования труда медицинских психологов и психологов в целом. Разделяя основные положения основные идеи законопроекта о показании психологической помощи хочу сказать что он нуждается в существенной доработке и в совершенствовании. У меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...